МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жан Кадеба, здравствуйте. Погода продолжает испытывать белорусов. На смену нетипичной для июня жаре пришли проливные дожди. Накануне вечером сильный ливень обрушился на столицу. В результате затопленными оказались многие улицы. Так в Каменной горке. Чтобы объехать большую воду, водителям пришлось двигаться по тротуару. Сильные дожди с градом, грозы и шквалистый ветер синоптики обещают и сегодня. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. По стране объявлен оранжевый уровень опасности. В эти выходные на белорусских дорогах произошел всплеск аварий. Итак, в Гомельской области лоб в лоб столкнулись микроавтобусы легковушка. В результате погиб один человек. Еще трое пострадали. Сейчас они в больнице. По предварительной версии водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Еще одна серьезная авария произошла накануне днем в Пуховичском районе. В результате столкновения обе машины оказались в Квете. Погибли два человека. Еще двое пострадали. Сейчас все подробности ДТП выясняются. Возбуждено уголовное дело. Серебряная контрабанда. Крупную парцию ювелирных изделий пытался нелегально провести минчанин через белорусско-польскую границу. Инцидент произошел в пункте пропуска Брест. Возвращаясь из поездки в Польшу, водитель выбрал зеленый коридор для прохождения таможенного оформления. Однако при тщательном досмотре под задним сидением был обнаружен увесистый пакет с серебряными изделиями. Общий вес составил почти 70 килограммов. В настоящее время стоимость контрабанды устанавливается. По предварительным подсчетам сумма может достигать нескольких десятков тысяч долларов. Как пояснил житель города Минска, 75-го года рождения, серебряные изделия он приобрел в Польше и вез на заказ в Российскую Федерацию. Курьезный случай произошел в Минске. Пьяный водитель совершил два ДТП и, забравшись на опору высоковольтных линий, угрожал покончить жизнь самоубийством. Уговорить мужчину опуститься сначала пытались сотрудники ГАИ. Однако им это не удалось и на помощь приехали милиции и МЧС. Они надулили спасательный куб, но молодой человек прыгать не торопился. Даже уговоры жены, прибывшей на место происшествия, не помогли. Развязка оказалась неожиданной. Мужчина слез с опоры и умудрился убежать от милиции и спасателей. Позже его задержали в частном секторе недалеко от места происшествия. Частным предпринимателям Беларуси дали больше времени на подготовку документов, которые касаются безопасности продукции. Новое постановление предусматривает продление переходного периода на применение тех регламентов Таможенного Союза до июля 2014 года. Речь идет о частниках, торгующих товарами легкой промышленности. Такое решение принято в связи с тем, что предпринимателям пока сложно самим провести сертификацию товаров. Поэтому сейчас они могут использовать другие документы, подтверждающие безопасность продукции. Оптовые же компании должны работать по новым требованиям. Подготовить все необходимые документы они должны в течение июля этого года. Индивидуальным предпринимателям разрешено на рынке иметь несколько вариантов доказательства того, что продукция безопасна. Это может быть не только наш национальный сертификат или декларация. Это может быть сертификат Казахстана или России. Это может быть сертификат единой формы. Основной акцент, который будет делаться нами и в рамках Таможенного союза, и в рамках Республики Беларусь, еще раз разобраться со всеми изготовителями, чтобы все, кто производит продукцию, прошли необходимые процедуры, чтобы у индивидуального предпринимателя не было проблем с закупкой этой продукции и ее продажей на рынке. Кто же станет самой красивой девушкой столицы? Интрига конкурса «Мисс Минска» разрешится на этой неделе. Имя победительницы и обладательницы заветной короны назовут в четверг. За престижный титул поборются 27 девушек. А пока у красавиц насыщенная проектная жизнь. Они уже попробовали свои силы в телевизионной студии, на картофельном поле и молочной ферме, трудились в ботаническом саду, любовались красотами Несвежского замка. Плюс ко всему ежедневные съемки, тренировки и дефиле. Находят время девушки и для общения с родными, близкими и многочисленными поклонниками. Мы следим за информацией. Заходите на наш сайт itv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 13.30.